Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 30 августа, и давайте начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы видели подход уже к целевым значениям, это отметка в области день 2068. На текущий момент пара торгуется вблизи минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Вполне вероятно, что преодолеть отметку уже 1.2080 пара сможет только после коррекции, которая как раз может и сформироваться, если мы увидим закрепление ниже отметки 1.1950, тот разворотный уровень, который на текущий момент актуален по данной паре. Завершение коррекции, завершение коррекционного движения позволит вновь присоединиться на покупку по данной паре уже в сторону также основного тренда. Пара британский фунт, американский доллар также старается закрепиться сейчас ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. К тому же день закрылся ниже открытия. Вчера доходили до отметки 1.2978 по паре британский фунт, американский доллар. И если британцу это удастся, то вполне вероятно развитие коррекционного движения по данной паре, который также завершение, которого позволит вновь присоединиться на покупку в сторону основного тренда по данному активу. Пара австралийский доллар, американский доллар на текущий момент продолжает свое восходящее движение к целевой отметке 1.8029. И ближайший разворотный уровень по данной паре мы можем отметить на минимальных значениях, которые были вчера. Это отметка 7906. Пока мы торгуемся выше, тенденция краткосрочная и среднесрочная остается на укреплении в приоритете. Пара американский доллар и японская и иена вчера было довольно-таки интересное движение. Пара смогла обновить локальный минимум. Мы доходили до отметки 108.27. А затем к концу дня уже подошли к максимальным значениям, которые были зафиксированы на прошлой неделе. Это область 109.83. Сегодня с утра уже данную отметку пробили. Поэтому на текущем мы можем говорить о попытках начала коррекционного восходящего движения по паре американский доллар и японская и иена. Если говорить о продажах, то здесь на текущий момент нужно подождать до тех пор, пока данная коррекция завершится. Но на следующих видеообзорах мы уже будем отслеживать данные уровни. Пара американский доллар и канадский доллар вчера также подходила к максимальным значениям, которые мы видели на 25 августа. Но пока не смогла за ними закрепиться. Поэтому на текущий момент основная тенденция остается на ослабление американского доллара по отношению к канадскому доллару с ближайшим целевым движением в область уже 1.24.38. Это цель среднесрочная. Ну а долгосрочная цель уже находится на отметке 1.23.1.22. Пара еврофунт на текущий момент пока находится также в восходящем тренде. Восходящее движение остается основное. Сейчас мы видим, что пара также торгуется вблизи минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Это отметка 92.48. Если пара еврофунт сможет закрепиться ниже данного уровня, сначала его пробить, затем закрепиться, то уже вероятно развитие коррекционного движения по данному активу. Основная тенденция, напомню, также пока остается на укрепление. Золото вчера доходило до максимальных значений в области 1.325 долларов за тройскую унцию. Сегодня торгуемся вблизи минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Пробой уровня 1.306 долларов за тройскую унцию может нам сказать о начале коррекционного нисходящего движения по золоту. Напомню, основная тенденция идет на укрепление. Ближайшая цель, которую мы можем отметить в среднесрочном и долгосрочном периоде, это отметка 1.364 долларов за тройскую унцию. Именно туда сейчас актив и движется. По нефтемарке Brent вчера мы видели подход к минимальным значениям, которые были зафиксированы 21 августа. Это отметка 51.39. На текущий момент пара нефти, прошу прощения, не смогла закрепиться ниже этого уровня. И мы видим сегодня с открытия небольшую коррекцию. Краткосрочный уровень по данному активу находится на максимальном значении, который был вчера. Это отметка 52.23. Если нефть может преодолеть данный уровень, то вероятность следующих похода уже в область 5.305. А если уровень 5.305, это среднесрочный уровень по данному активу, который на текущий момент мы можем отметить. Если нефть может пройти его, то тогда уже вероятность развития восходящего движения уже в среднесрочной и долгосрочной перспективе. По индексу DAX вчера мы видели индекс на целевых уровнях. Это отметка 11.919. После преодоления этой отметки индекс DAX уходит в коррекцию. На текущем тенденции на ослабление также остается в приоритете. И ближайший разворотный уровень, который мы можем отметить по данному инструменту, находится на максимальном значении 28 августа. Это отметка 12.178. Пока торгуемся ниже этого уровня, основное направление остается на ослаблении индекса. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Напоминаю, что сегодня будет вебинар, на котором мы будем разбирать торговые стратегии с помощью свечного анализа. Под этим видео есть ссылка на вебинары от компании Admiral Markets. Приглашаю всех зарегистрироваться и посетить вебинар, который пройдет сегодня в 19 часов по Москве. Всем спасибо за внимание и увидимся на следующих обзорах. Продолжение следует...